Девушки отдыхают Девушки отдыхают Приветствую, всем здоровья! Ну что же, 9000 километров, как говорится, не уй собачий. И все хейтеры и специальные специалисты с широкими желаниями, узкими возможностями и IQ комнатной температуры опять оказались неправы. Все их воззвания и мольбы не получили отклика от вселенной, поэтому последние 500 километров Шабич преодолел замечательно, не потребовав никаких вмешательств в свою конструкцию, никаких дорегулировок, ничего. Такое тоже бывает, что не может не радовать. Тем не менее, о чем-то поговорить надо, поэтому давайте рассмотрим велосипед, посмотрим, как он выглядит через 9000 километров. И начать предлагаю с трансмиссии. Комбинированные монетки работают без проблем практически как новые. Вот так вот работает правая и вот так отрабатывает левая. Также без проблем работает передний и задний переключатель. Функционирует, никаких нареканий у меня в нем нет. Ну и не могу не упомянуть китайскую цепь СЮМС, которая здесь, несмотря ни на что, продолжает преодолевать километр за километром. Даже несмотря на то, что ее ролики превратились буквально в фольгу. В общем, очень интересно наблюдать за тем, насколько ее еще хватит. И если вам это тоже интересно, то следите за каналом. Ну и, конечно же, покрышки. Как они себя чувствуют, на что похожи через 9000 километров. Так вот, передняя похожа вот на вот эту вот. Какой-то номинальный протектор здесь еще присутствует, но за грунты он уже не держится. Ну а задняя покрышка к 9000 превратилась в слик, имеющий по бокам немножечко грунтозацепов. Ну и в целом, о колесах, что можно сейчас сказать? Все с ними хорошо, а особенно хорошо все с задним колесом. Именно оно не дает хейтерам спокойно спать до сих пор. Именно заднее колесо, кстати, нам дало вторую армию хейтеров, потому что первая армия ненавидит велосипед в целом, а вторая армия ненавидит конкретно то, что я сделал с задним колесом. Ну, что я могу сказать? Если вам интересно, в чем там вся соль, то переходите по ссылке в описании. Там вы увидите то, как я перевожу втулку заднего колеса с насыпных подшипников на промышленные. И далее переходите, конечно же, в комментарии и наслаждайтесь всеми предсказаниями, прогнозами, мнением специальных специалистов самого широкого профиля при самом узком мышлении. Вот это вам определенно доставит некое удовольствие. Ну и, собственно, хрен бы с ними, с этими хейтерами. Продолжаем. Вот так вот выглядит седло спустя 9 тысяч на самом дешевом китайском велосипеде. Седло, кстати, оригинальное, родное. Здесь мы можем видеть изношенный и порванный перед. Вот так вот. Потертости. Без них уже никак. И стали появляться трещинки в кожзаме. Выглядит все это, конечно же, не очень, но, тем не менее, не критично. Так что продолжаем. В общем и целом, как я и сказал в самом начале этого видео, с велосипедом все замечательно. Более того, даже замечательно все с моими экспериментами. Такими, как установка скоростных рубашек на тормоза. Вот, как видите, они все еще здесь. Прекрасно работают. Никаких проблем я с ними не испытываю. Также никаких проблем я не испытываю с заменой тормозной жидкости в гидромеханических калиперах. Жидкость я там заменил. Утраспенсионное масло. И все тоже замечательно. Ну и теперь давайте я поделюсь информацией, что у меня появилось нового на велосипеде. В прошлом ролике я рассказал про то, что у меня здесь появились крылья, которыми я, кстати, очень доволен. А теперь расскажу про то, что у меня теперь появился звонок. Такой вот... Ненавязчивый, не очень громкий. Я очень переживал, когда ждал его, что он будет слишком уж сильным. Но результатом доволен. Теперь я могу обозначить свое присутствие на пешеходной дороге, чтобы передо мной люди не шарахались. Вот, аккуратненько позвонил. Вот так вот. И тебя спокойненько пропустили. Ну, если даже не пропустили, то, по крайней мере, знают, что ты где-то сзади есть и не пытаются там, как куры перед тобой, суету наводить. А второе, это зеркало. Зеркало заднего вида, с которого я просто в восторге. Вот конкретно данную модель мне посоветовал наш подписчик. Андрюха, привет тебе. Зеркало вот такущее. Очень доволен. Она мне офигеть как помогает при перемещении по дорогам общего пользования. Всем рекомендую. Ссылочка в описании. Ну что ж, в общем, все вот как-то так. По результатам последних вот этих 500 километров я принял решение, что еще помучаюсь на люфтящих педалях, на вышедшие частично из строя трещотки, потому что интерес к тому, как долго это продержится, у меня, я знаю, разгорелся с новой силой. Если в прошлом видео я еще сомневался, как я проеду грядущие 500 километров, то теперь у меня, наоборот, интерес, что же будет. Так вот, если вам это тоже интересно, и вы еще по какой-то причине не подписаны на канал, то подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Ну а я все, что хотел сегодня рассказать, рассказал. Ролик получился достаточно небольшой. И на этом у меня на сегодня это все. Всем пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Я совсем забыл, что у меня есть чем порадовать хейтеров. Дело в том, что 9000 километров, пройденных с Жабичем, я отметил тем, что помыл его впервые за все время его существования. И помыл не просто, а неправильно, категорически неправильно. Поэтому жду в комментариях всех специальных специалистов, узких знатоков, предсказателей и пророков. Давайте, пишите, что так делать категорически нельзя. Велосипед теперь точно умрет. И счет идет не на месяц, недели, дни, а буквально на часы и минуты. Очень жду. И вот теперь на этом у меня уже точно все. Всем удачи и пока. Пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...